Поехали! Продолжаем разговор. Мы рассматриваем тему тела света и рассматриваем ее при помощи Александра Жаркова. Первая часть пролетела на одном дыхании. Итак, первый вопрос в эфир пришел от Подсолнуха. А что представляет собой, в кавычках, пятое измерение по отношению к предыдущему? Почему оно называется, в кавычках, пятым? Ну, на самом деле, классный вопрос. Об этом можно прочитать еще отдельно целую лекцию. Но если, как говорится, совсем-совсем-совсем максимально упростить, то мы и физики понимают так, ну вот назовем так, чек третьей плотности, той, которой мы живем. То есть мы живем инстинктами, мы живем побуждением, мы верим только в обстоятельстве. Мы практически не можем поменять свое мышление. То есть если мы сейчас говорим о таком. Человек четвертой плотности, он осознает и создает свою реальность своими мыслями и убеждениями. Он уже обладает экстрасенсорными интуитивными способностями и любит преобразовывать, склонен к изменениям. То есть пользуется своими способностями на благо человечества. Ну и как бы явно для улучшения его. Но уже пятое измерение — это человек, который живет открытым сердцем и полон, безусловно, любви к себе и к другим. То есть это смертное физическое тело превращается в бессмертное кристаллическое. Для людей четвертой плотности выглядит как светящиеся существа. Вот для людей третьей плотности этого еще не видно. Но когда у вас будут открываться способности, вот детки, особенно маленькие, они видят, когда люди светятся. А те, которые занимаются практиками, и у них открываются так называемые нимбы, верхние и нижние нимбы, которые видели, может, у святых на иконах, там на всяких изображают, так она светится. Если человек очень много молится, то она может даже проявиться в физическом мире, когда энергии достаточно. То есть такое есть. Ну вот дети, которые обладают способностями, они очень хорошо это видят. Поэтому мы будем просто по простому языку светиться. Это я сейчас такой банальный ответ сказал. Можно, конечно, и ответить на уровне квантовой физики, но я думаю, мы сейчас не об этом будем говорить. Надеюсь, я по-простому, можно сказать так, то есть уровни сознания, через которые мы будем проходить. То есть мы вначале наблюдатели, который использует ум, мысль, чувство, эмоции, в большом содержании. Следующий уровень, который мы перейдём, все мысли, чувства, эмоции, ощущения состоят из энергии, и мы уже начинаем управлять четвёртым измерением. Следующий уровень, мы уже понимаем, что мы создаём то, что мы наблюдаем. И далее вот это вот уже пятое измерение, и вот четвёртое, пятое переходное, это физическая вселенная и состоит из пространства и массы времени, которые мы создаём мыслями. То есть мы уже сами управляем. То есть мы не заложники того, что нам дали. И вот мы, каждый, я думаю, хочет поменять явно тот стиль жизни и уровень жизни, который он хочет, но ему обстоятельства не даёт. То есть мы заложники коллективной мыслеформы, которая навязана, и она проникает. Ну и дальше вот это уже всё объёмное, оно начинает проникать, меняться и взаимодействовать. Ну и если так, совсем простым языком, надеюсь, я ответил. Я тоже надеюсь. Идём дальше. Как мы знаем, тонкоматериальные структуры, они проявляются не... Ну, жар, это означает, что наше физическое тело проявляет энергетическую структуру. То есть там где-то есть какие-то блокировки. То есть этот свет, энергия Духа пытается двигаться с большой скоростью и пытается вытеснить тот или иной негатив. Как мы знаем, вот эти вот состояния самадхи или нирваны, это пограничное состояние, которое переходит в божественную истину, оно такое прохладненькое. И это вот состояние взаимодействия с высшими силами, это состояние взаимодействия с высшими сутями. То есть это и не совсем холод, и не совсем жар. То есть это состояние такого лёгкого прикосновения. Это как раз от рвания этого состояния. А когда оно будет переходить более-более высокий уровень, оно произойдёт безусловную любовь. То есть это означает, что вы замёрзнете, это означает, что оно будет такое приятное покалывание. Возможно, даже кто-то ощущал, как такая электролизация, как лёгкий такой электрический ток проходит. Вот как-то так. Поэтому на самом деле это хорошо, это неплохо. Хорошо. Далее, Стефани. Вопрос в эфир. А можно астрально переместиться в другую реальность? И как мы там будем выглядеть? Как привидение для местных? Ну, вообще можно сделать всё, что угодно, если у вас сознание хватает и позволяет вам это сделать. Просто не только реальность. Мы вообще, кстати, сейчас живём в другой реальности. И все предсказания, которые там известными умами и предсказателями, они не работают, так как говорилось ранее. То есть по факту мы уже вот здесь. Но можно переместиться, просто нужно понимать координаты, точки, можно управлять ПН-переходами, знать, как происходит сборка вашего сознания и смещать точку сборки в то пространство, и знать определённые характеристики протонов и нейтронов, того пространства, в котором вы собираете свою фантомную энергию. Нужно просто понимать ещё, куда вы хотите, из количества измерений и миров вы хотите переместиться. То есть можно вообще переместиться хоть на Венеру. Просто вопрос, хватит ли у вас, а, потенциала, б, знаете ли вы, разбираетесь ли вы в космический закон, управляете ли вы своими телами и так далее. То есть если у вас есть как древности, в Ведах об этом написано и в многих-многих других источниках, то, что наши предки могли без использования всевозможных космических летательных аппаратов перемещаться во времени, и высшие учителя это делали. Но можно это делать и без помощи физического тела, только проекции. Просто вопрос, мы не ограничены ничем, вы ограничены лишь только своим умом. Ум ограничен, это ваше сознание. Если вы можете это сделать, то вы это можете сделать. Ну, самый простой пример я сейчас приведу. Самый простой. Давайте сейчас все слушатели представим Ниагарский водопад. Теперь, я не знаю, это уже, наверное, в комментариях кто-то напишет, я комментариев не вижу. А теперь ответьте, вы хоть раз были на Ниагарском водопаде? Я понимаю, кто-то, может, видел картинку, кто-то, может, видел, я не знаю, видео Ниагарского водопада. Но по факту сейчас каждый фантом находится на Ниагарском водопаде. Кто-то, ну, в том пространстве, где кто-то слева, кто-то сбоку, снизу. То есть, если надо, то можно даже и проявиться. Но это уже коллективные практики медитации. То есть, по факту, мы сейчас переместились в пространство. То есть, по такому же принципу мы сейчас можем, ну, это я вот частично там дал, помог своим потенциалам вам зафиксировать вашу точку сборки на Ниагарском водопаде. То есть, если бы коллективно все бы понимали, о каком пространстве идет речь, то можно было и переместиться туда. А зависит от того пространства, куда мы перемещаемся, или в тот мир, в котором мы перемещаемся, там мы и будем. Будь то мы будем привидением, будь то мы можем переместиться и создать себе голограммный образ того существа, которым есть в том пространстве. Все зависит от того, куда и зачем, и почему, и для чего это надо. То есть, поэтому, лишь бы ради чего это делать, ну, зачем? Нужно это делать ради смысла. То есть, какой смысл? Поэтому всегда задавайте вопросы себе. Вопрос, а зачем? Хорошо. Да, конечно. Анжела, вопрос в эфир. Как же нам приспособиться к пятому измерению? Это очень правильный вопрос. Начните с мышления. То есть, когда вы будете работать над своим мышлением, у вас в ДНК заложена программа вознесения, шаблон вознесения, так называемый, мастер-шаблон, который поможет вам убрать весь негатив, всю вашу... Вы что думаете, вы сами себе все спалонировали? 200 триллиардов клеток, которые ежесекундно управляются вами же, своим же сознанием, которые копируют, кровь движется, вода движется, все движется, все переваривается ежесекундно. То есть, вы очень продуманный механизм, который работает. Поэтому он точно так же знает, как ему лучше адаптироваться и перейти. Просто вы можете процесс ускорить намного быстрее. Ваша задача просто слышать свой внутренний голос, как я уже говорил, все эти рекомендации по очищению физики, мышление, открытие родовой памяти, отсутствие смешений, перестать ездить и на модифицированную пищу и так далее. То есть, если вы будете накапливать, накапливать, накапливать этот опыт, они недельку поработали, а потом съели чего-то и потом все заново. То есть, это должен быть накопительный процесс. Вы должны понять, что должно пройти время. Если у нас кровь только обнуляется за 90 дней, а если она у вас блокирует, как вы можете иметь свободную энергию, чтобы вы начали видеть тонкоматериальные структуры, или образы, или свое эфирное поле, или ауру, если у вас просто не хватает энергии, ну попробуйте на своем мобильном телефоне, который перегружен, куча приложений, запустить еще одно. Но оно будет тормозить. Точно так же и ваш ум, который загрузил кучу приложений. Страх, ненависть, злость, семья, деньги, материальный вид, одежда. Это все ваше приложение, которое держится в вашем сознании. И как вы знаете, кто не знает, как работает ум, почитайте в интернете целые материалы. То есть, мозг вас создает эту реальность. Которая нам диктуется. То есть, это по факту даже матрица иллюзии. То есть, это не настоящая, не полная реальность. Она не проявленная. Поэтому, если вы хотите видеть полноценную картинку мира, работайте над собой. Тогда вам раскроется полнота картины истины. Это от вас уже зависит. Далее, Искатель истины. Вопрос в эфир. Природные кристаллы, такие как горный хрусталь, аметист и подобные им, воспринимая новые высококачественные энергии, соответственно, оказывают более сильное воздействие на человеческий организм. Ну, однозначно. На самом деле, очень классный вопрос. Благодарю. И кто знает, кто не знает. Наши древние предки очень хорошо умели работать и взаимодействовать с кристаллами, и управлять кристаллами через них. И левитировали, и перемещали предметы, и много чего делали, не говоря уже о появлении электричества. Поэтому сейчас на физике кристаллы помогают перестроить структуру, увеличить регенерацию, увеличить там... Ну, зависит от того, какой кристалл. Будь то скорость мысли, будь то там еще какие-нибудь те или иные качества. Поэтому, конечно же, частота увеличивается, и ваше понимание работы с кристаллами увеличивается. Однозначно вы можете подобрать или комбинировать между собой кристаллы. Если вы научитесь с ними работать, поверьте, вы от этого только выиграете, чем проиграете. Ну, понятно, я только единственная рекомендация, их нужно очищать. Но об этом тоже целую лекцию захотите, потом отдельно можно прочитать. Адель задает вопрос. Мясоеды тоже вписываются в высокие вибрации? Это хороший вопрос. Ну, знаете, это слишком абстрактный вопрос. Кто-то вписывается, кто-то не вписывается. Кто-то на пути создания... Ну, когда человек не вписывается, он начинает болеть, стареть и умирать. И вот единственный процесс. Это же процесс не одного дня. Этот процесс, он уже запущен, он идет, больницы перевалены, очереди стоят, и это будет постоянно. И у кого-то то слева болеть, то справа болеть, то сверху, то снизу. И поэтому тут нельзя говорить, там, мясоед, не мясоед. Нужно понимать полностью, в целом. То есть, конечно же, человек может быть супер благостным, супер верующим, есть мясо. Но благодаря вибрациям, он просто поймет, что наступает момент, когда ему уже это просто низковибрационная пища, ну, неинтересно. Она ему уже просто, ну, не идет. И поэтому высоковибрационный человек, просто ему не будет потребности есть мясо. Не потому что тут он хороший, плохой, или там его заагитировали, или там лекции кто-то прочитал, или умные книжки опубликовали. Нет, это просто будет неинтересно. Если вы еще на уровне этого состояния, ну, вы просто поймите, почему вы это делаете. Маленькие дети, вот вы покажите, они не едят мясо, они начинают есть мясо, потому что их родители начинают ломать, заставлять. Они говорят, ну, мам, пап, ну, ты как, спросите у своего ребенка, говорит, да как же, это же коровка, там, или там, курочка, или еще что-то, как же, ее же убивали. То есть ребенок не понимает, новые дети, они не понимают, как это, потому что они связаны, у них чистое сознание, структура. А теперь представьте себе, ну, пойдите себе курочку купите, попробуйте ее убить, потом благотовьте себе. Я думаю, после такого ритуала не у многих это захочется. И сразу же по поводу вопроса с вибрациями у вас отпадет. Вот, вот и ответ, вот и ответ. Хорошо. Далее, Стефани, а в другие миры можно как-то перемещаться или только через какие-то практики магические, к примеру? Спасибо. Может перемещаться, вопрос в том, как. То есть, если хотите, попросите каких-нибудь инопланетян, может они вас подкинут в другие миры. Просто, опять же, зачем, почему, как, когда, куда, насколько вы в это верите. То есть, если вы верите в ваше высшее я, что такое высшее я, для тех, кто не знает. То есть, мы, из 100% нашего мозга работает на 5% мозг. А вот эти 95% это и есть высшее я, высокоибрационная ваша структура, которая на тонком плане находится, и подкидывает вам идеи, мысли и осознание. То есть, если вы полностью, тождественно гармонизируетесь, и вы понимаете, куда вам и зачем, то вы переместитесь. Можно и физически. Есть огромное количество точек, ПН-переходов, где происходит искривление пространства, преломление, где выходят кристаллы из земли и такие места, как Бермудский треугольник. Вы можете попасть в параллельный мир, только проблема в том, что куда вы попадете, и как вы, надо понимать эти все процессы. Может, вы попадете в пространство и сразу же там умрете. Ну, то есть, вопрос в другом. Или в третьем, опять же говорю, сознание наше неограниченное. Вы можете путешествовать, куда вы хотите. Просто, опять же, вопрос. Зачем, почему, как и куда? То есть, если вы знаете ответы на эти вопросы, пожалуйста, хоть каждый день. Мало того, хочу сказать, те, которые сейчас задают эти вопросы, я вот я вас смотрю, вы это во сне очень хорошо делаете. И так каждый день вы, я вижу, хакерами сновидений занимаетесь. Поэтому берите, путешествуйте себе, можете и на физике сознание размножать. Главное, чтобы вы понимали, как это потом поможет вам, вашей семье, родным, близким. Если это развивает вас ежедневно, конечно, это нужно делать. Просто вопрос. Главное, чтобы это вам нравилось и приносило пользу, и вы это любили. Если это ваше предназначение, почему нет? Так что, Стефани, бойся, Александр тебя насквозь видит, как рентген. Дальше. Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. А если родные не воспринимают идеи, которые ты им несешь, что делать? Это самый классный вопрос, один из моих любимых. Ну, во-первых, мы приходили, выбирали наших родителей, поэтому это наш самый высший экзамен. Это самый-самый высший пилотаж. То есть, если вы поможете душам, которые там на низких уровнях вибраций, но это не означает, что, как мы знаем, лучше выполнить свой долг хоть и плохо, но самолично, чем чужой, но сверхотлично. Поэтому не надо там поставить смысл вашей жизни, научить ваших родных и близких всему тому, что вы уже научили и наработали за многолетие. Ваша задача максимально с любовью доносить эту информацию и показывать своим примером. Ну, и давать им возможность хотя бы, если просят помощи, конечно же, по законам иерархии космической, помогайте им, давайте помощь, благодарность. Они будут осознавать, кто-то может читать об этом, смотреть, пробовать. Но так вот прямо, чтобы вы пришли, обвалили их книжками, заставили их медитировать в возрасте, или там сказать так, все, с сегодняшнего дня ты там переезжаешь на место силы. Ну, и, конечно, для них это будет шок, и они подумают, что вы сумасшедший. То есть это надо делать для нормального понимания сознания. То есть зачем и почему, чтобы сам человек до этого дошел. Если сам человек до этого не дошел, для него и сыроение будет болезненным. Он будет себе думать, что он мясоед, и себе изнутри съедать свое мясо, которое внутри, потом он будет болеть. То есть не надо себя обманывать, нужно это все делать искренне. Просто учитесь. Я об этом рассказывал на предыдущих эфирах. Это одна из моих любимых притч в древних индийских храмах. Есть эта притча, она написана. Там очень классно написана притча, когда, если знаете, есть такие касты. Вот у нас варная, там есть касты. Система рождается. Ну, есть вот ведущие брахманы, ну и там нижние касты, всевозможные шудры. Ну, в общем, как обычные люди, там рабочие, труженики. И вот представьте себе, ну, смысл какой. Когда ты рождаешься в этой касте, ты там рождаешься, там ведущие люди, к примеру. И там они рождаются у ведущих людей, и они обучают всех. А если ты рабочий, то ты в касте рабочих, и ты постоянно занимаешься рабочим ремеслом. Ну, вот такой вот подход, и как бы у них запрещено между низшими кастами с высшими кастами браки выключать. И вот представьте себе вот такую картинку, когда обычный человек в обычной семье, там бог знает каком поколении, в пятнадцатом поколении семья выращивает рис. И вот он говорит, так, все, я не хочу быть обычным рабочим, я хочу быть брахманом. Ну, они говорят, ты что, с ума сошел? Ты сумасшедший? Нет. Какой ты брахман? Нет, это невозможно. Говорит, нет, все, я буду брахманом, и до свидания. Ну, они его побили, выгнали. Ну, он обиженный, как это, что же это поделать? Ну, он ушел, зашел на всем известную гору в Индии, сидит, молится, 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 молится. Вот, проходит, два, проходит. Он был умным, мудрым человеком. Ну, люди приходят, смотрят, мужик какой-то сидит, бородатый. Ну, значит, по-любому брахман. Ну, ему не задают вопросы, задают те просьбы, которые там приходят. Хоп, он отвечает раз, два, три, помогает, медитирует, походит ответы, кого там исцеляет. Ну, и как бы люди, когда они, ну, так принято, кто при подношении, кто деньги несет, кто еще что-то. И вот, прошло много лет, и он уже стал очень известным брахманом во всем окружении. Ну, он думает, ну, все, меня же уже все знают, и деньги есть уже. А, он деньги не тратит, он в гараже ее, зачем ему деньги? И он спускается с этим мешком, там, денег, там, повозку, ты там снарядил. Спускается, возвращается в селение свое, и говорит, ну, вот, моя дорогая семья, я вернулся, вот, пожалуйста, вот вам деньги, я вот уже брахман. Анию, ах, ты мерзавец, ты нас бросил, мы без тебя, столько земли надо было обработать, столько мозолей, мы там болели, корячились, а ты их бросил, вот это ради своего эгоизма. Все, убирайся, мы тебя вообще видеть не хотим. Он вообще в шоке, как, типа, ну, все же есть, я уже стал брахманом, они все равно, я уже просветленный, они не принимают. И брахман понял, что для того, чтобы они поняли, нужно и разговаривать на ихнем языке. И что он сделал? Он понял, что они продают рис. И он просто-напросто начал покупать рис у них по завышенной цене. Но давайте условия, что они каждый раз увеличивали качество риса. Когда они начали читать о том, как делать упаковку, как выращивать рис, они обращаться начали к мастерам, к учителям, разным другим, чем то, что они делали, то есть вышли из зоны комфорта. Они начали понимать, читать книжки, а для того, чтобы читать книжки, нужно было выучить язык и так далее. И тогда они начали понимать его, и только тогда они его приняли. Это древняя мудрость, которая по сей день работает. Поэтому, если вы хотите научить своих родных и близких, разговаривайте на ихнем языке, ихними примерами. Да, это тяжело, но для вас это тоже великое мастерство, научиться поднять ихние души не в ущерб себе, самое важное. Вот так. Надеюсь, я ответил. Хорошо. Идем дальше. Стефани, вопрос в эфир. Слышала про то, что если есть сырое мясо, то износ нашего тела повысится в продолжении жизни. И разум чист, и душа. Правда? Спасибо. Если наше физическое тело изнашивается, разум чист, и душа не может быть. То есть мы, опять же, по космическим законам все связаны. То есть если вы выпираете мясо и едите мясо, то вы гробите автоматически свое сознание, просто спускается низкий уровень вибрации. То есть ваша задача находиться в более высоких уровнях. Не может быть ваша душа высоковибрационная, она может быть чистой, когда вы едите мясо. Еще раз вам говорю, когда у вас раскроется тонкоматериальное видение или ощущение, вы будете чувствовать всех тех, которые едят мясо, от них внутри органы гниют. Это, ну, я вам говорю каждый день, как человек, как целитель, который принимает кучу людей. Я это знаю, вижу и сам чувствую. Но слава Богу, что стараюсь блокировать уровни обоняния, а у других, как бы это никто умеет, кто не умеет, им тяжелее. Поэтому я не могу сказать, что мясо это очень-очень благостное и правильное, оно там позволяет сохранить вашу душу и сознание. Ничего подобного. Вот так. Хорошо. Идем дальше. Влад, вопрос эфир. Как найти свое предназначение в плане хобби или необходимо сначала очистить карму? Ну, это целый эфир. Есть в записях на Народном Славянском радио. Послушайте. У меня есть целый курс «Открою свое предназначение». Это аж целых 24 занятия. Так вот за два слова не расскажешь. Но если попробовать все-таки за два слова, слушай само из себя, свою душу и не ум, а именно душу. Оно тебе приведет. Главное – твой путь. А твой путь выведите туда, куда надо. То есть делай то, что нравится. Поступай по совести и живи в благости. Это и будет твое предназначение. Если ты в чем-то сомневаешься, значит, это не твое. Если ты сомневаешься, но тебе это легко дается, значит, это твое, просто ты что-то не доработал или не понял. Когда ты делаешь все по совести и ты получаешь удовольствие и развиваешься, ты чувствуешь внутреннюю отдачу, значит, ты все делаешь правильно. Вот это и есть предназначение. Далее солнце. Александр, здравие. Вокруг тела человека существует свечение, обычно это называют аурой. Что это светится? ДНК? Благодарю. Нет. Тут уже, опять же, куча-куча-куча информации благодаря замечательным ученым, таким как Никола Тесла, Трубекир Ляна, Серебренникова и остальных уже, даже наука об этом знает. Есть аура камеры и такое. Светится энергетический каркас тонких тел. Эфирное, астральное, ментальное, позуальное, патхическое, атмическое тело. То есть, тонкоматериальные наши тела, они светятся. То есть, создается энергетическое свечение. На сумме свечений появляется вот такое. Но, по нашему спектру, пока что в современной технике можно сфотографировать эфирное и астральное тела. К сожалению, пока что, пока что нельзя сфотографировать остальные тела. Ну, или там, вот, я знаю, неделю назад ученые изобрели, опубликовали во всем мире там просто фурор был. Устройство, которое считывает мысли и фиксирует на компьютере, можно уже считать и увидеть мысли человека. То есть, это уже есть такое устройство, поэтому так что уже практически подближаются к этому. Это вот я ответил. Хорошо, тебе Стефани передала благодарность за развернутый ответ. Благопринимаю и благодарю и приумножаю. Хорошо, мы идем дальше. Наталья пишет тебе вот что. О чем говорит отрицательный резус крови? Ну, это очень тоже такой классный вопрос. Об этом тоже можно целую лекцию почитать. Просто у каждого резус-фактора есть свое и специализация, и предназначение. в том числе мы сейчас не будем говорить про морфологические или физиологические какие-то особенности. Я просто скажу так максимально упрощу, максимально постараюсь упростить этот ответ. Это скорость движения и типа трансформации энергетики. Ну, у каждого людей в зависимости от резуса есть определенный темперамент и характер. И там дальше уже у каждого человека от этого зависит от того, как ему легче в обществе, больше, меньше, активнее, неактивнее он взаимодействует. Но в рамках нашей лекции, нашего эфира сегодняшнего, тело света, я скажу так, из-за резуса фактора свечения тела света у каждого потом будет проявляться по-разному. Ну, там у кого-то будет овалом, радужкой, у кого-то рассеянное, нерассеянное. Ну, небольшое будет отличие, оно будет проявляться, вы будете сами это понимать, ощущать. Я просто сейчас не хочу об этом целую лекцию читать, я просто вот такой более-менее простой ответ сказал, это тип, скорость преобразования энергетических процессов внутри тела человека. Ну, опять же, я уже говорю, поскольку у крови находится наша душа, она двигается, и так называемая резус-фактор это влияние взаимодействия высоко вибрационной души и выполнение ее на уровне физического через аспекты, которые проявлены в нашей крови. Как-то так. Но, опять же, это целая отдельная лекция, которую мы можем очень-очень долго рассказывать, поэтому сейчас не хочется на это останавливаться. Наталья тебе благодарность отправляет, благодарит. Влад, вопрос в эфир. Если было переливание крови и донор неизвестен, как очистить чужеродное влияние? Мне сразу такое уточнение. А если был известен, очищать не надо? Нет, это правильно. Вообще, надо, конечно, и надо максимально. То есть, мы умысленно благодарить этого человека, можете между ним и вами представить как будто на уровне груди золотую божественную восьмерку. Если даже вы не знаете, чисто гипотетически, вы можете сказать так, я заявляю намерение отсоединить все связи с человеком, который мне или вы ему переливали, или он вам переливал кровь. То есть, если вы не знаете, у вас какой-то образ мнимый или немнимый появится, даже если вы этого человека не видели никогда в жизни, может быть, отдаленно появится какой-нибудь силуэт или голограммка. Вот вы между ним и можете представить себе и сказать благодарю тебе за то, что ты дал мне свою кровь, дал свою энергию для того, для чего-то этот же процесс происходил. Я благодарю, я возвращаю. Есть специальные молитвы, кто захочет, может их найти. Или простым языком, сейчас силой и намерение сказать, я возвращаю тебе все твои энергии, опыт, знания, навыки, забираю все свое себе. Благодарю тебе за помощь, посылаю тебе светлую любовь за то, что ты помог мне, почему там надо было этот процесс произошел. И мысленно представьте себе, что это происходит. То есть, это надо делать, эту практику. желательно, вы знаете, наша структура перестраивается и 40 дней, если вы каждый день это будете делать, то энергетически отсоединиться. Если у вас какая-то супер глубинная связь, или там очень много крови, переливание было, я не знаю, может там серьезная какая-то операция, то желательно это 108 или даже 144 дня. То есть, делать такие практики. Ну, это надо делать по внутреннему состоянию. То есть, вы должны четко почувствовать, что вы действительно уже у вас нет взаимосвязи с этим человеком, который вам это делал. Ну, и опять же, либо видеть, либо-либо. Но, поверьте, чем больше вы будете развивать свое видение и ваше кристаллическое телосредо, которое уже мы сегодня активизировали, оно вам очень сильно поможет в этом. Хорошо. Лолита, вопрос в эфир. А есть ли техника по поиску необходимых предметов? Ой, да валом. На самом деле, техник я уже сколько гониторил, я где-то 52 штуки нашел таких техник. В интернете их очень много. Ну, самое простое, то есть, вы можете представить предмет, берете, представляете предмет и представляете себе свое, ну, как говорится, с третьего глаза мысленно представляете между бровей, кто не знает, такая как бы точечка. Мысленно создаете такой лучик, такой вот синяя, фиолетовая, новенький лучик к этому предмету. Даже если вот вы не знаете, где находится предмет, вы просто создаете лучик и потом этот лучик пропускаете, как будто он уходит в землю и через землю возвращается к вам. Потом закрываете глазки, хотите, можете рамку взять или маятник, если хотите подручные средства. Если нет, просто вот как будто попробуйте, что ваше тело само вело. для того, чтобы почувствовать сенситивность, вы можете закрыть свои глаза, к примеру, сейчас, после эфира, встанете, зададите вопрос, скажите, допустим, моя душа, я там в ближайшее время поеду куда-нибудь, неважно, на отдых, в Египет, сделать шаг влево и представить себе, что вы в Египте. И потом встать по центру и сказать, моя душа, я не поеду в Египте, я останусь, где я там есть. И встать вправо. И потом по центру снова встать и позволить вашей душе делать этот выбор. И вас наклонит либо влево, либо вправо. И вы можете проверить таким образом. И вот то же самое, то есть у вас это состояние потихоньку будет клонить к этому предмету. Вам можно задать вопрос, ангел-хранитель, помоги мне найти предмет. А еще круче домового, обращайтесь, домовый-домовой, вот тебе там конфетка, помоги мне найти предмет. И он вам мысли будет диктовать. И ваша задача только вот эту говорилку утреннюю, ум, выключайте. Типа, ой, нет, я его не найду или нет, а вдруг он на работе или еще. Вот эта говорилка, выключайте ее, говорите так, я очищаю, я просто хочу понять, где мой предмет. Расслабляйте, хотите, можете помедитировать, неважно. И вот создаете этот луч, и он у вас будет спокойненько-спокойненько вести. Ну, кто владеет рамками или маятниками, это гораздо быстрее делается. Ну, хотите, можете в интернете, опять же, очень много информации о свойствах геолокации, вы можете пройти курсы, лекции, тренинги, это все в открытом доступе сейчас очень много. Поэтому пользуйтесь, учитесь, вам будет полезно. В воскресенье вернулся я из Культурно-Видического Центра Слова, там кое-что преподавал, и вот там как раз одно из занятий было посвящено поиску предметов, без всяких рамок, без всяких, ну, вообще просто так. Ну, много там чего интересного делаем. И вот в очередной раз убеждаюсь, что и начинают петь, которые говорят, что слуха нет, и искать предметы, которые необходимы, которые раньше сомневались, и не могли даже ничего найти, да и передавать мысли, и принимать мысли. Как говорится, было бы желание и был бы тот наставник, который правильно мог помочь рассказать. Так что ничего здесь секретного такого нет, ничего страшного нет. Главное верить в себя и чтобы кто-то вам просто подсказал, ну, как бы не учитель, тот учитель, который читает, то есть он стоит читает, а, б, 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 это учитель, а вот тот именно наставник и преподаватель, которые смогут и наставить, и преподать. Вот это вот очень важно. Так что ничего такого страшного здесь нет и ничего удивительного нет. Это все очень просто, это, ну, скажем так, ведическая магия, которая доступна большинству наших всех родичей. Ну что, дальше еще три вопроса здесь осталось. Или что-то хотел прокомментировать? Не-не-не-не, все правильно, да, я с помощью согласен. Так, ну, в принципе, да, мы уже один ответили, так что один остался. Искатель истины, вопрос в эфире. Камень Шунгит реально оздоравливает? Или это фэнтези, фантазии? Не, ну, на самом деле, я скажу так, есть такое понятие, как самое главное, что без переднастоящений, потому что у меня был вообще очень, ну, мне повезло, как бы, моя специализация кристаллит, у меня кристаллическая аура, и я слышу камни, у меня разговаривают с камнями, ну, у меня просто отдельно, моя специализация, моя личная, поэтому с камнями у меня особая связь. Но у меня был очень интересный опыт, когда мы начали только изучать свойства воды и взаимодействие с камнями, со структурами. И действительно, Шунгит он лечит, это, как говорится, зонежское поселение Шунга, откуда появился этот камень. То есть, если в качестве воду питья или приготовления печи вы положите, то он там лечит и гастрит, и язвы желудка, и камни в почках, и костно-мышечные системы, артриты, артрозы, и нервную систему лечит, и мочеполовую систему, и системы кровообращения, аллергические заболевания. Но есть одно но. Вот у нас такие деятели тоже начитались в секолитературе и начали пить воду только с Шунгитом. Вот, вообще, просто полностью. Но, опять же, в древности наши предки органической магии знали очень хорошо, между вкусить и насытиться должна быть грань. То есть, если вы любое лечение превращаете в перенасыщение, это вот появление в древности у нас слово уд, удовольствие. Когда уд перенасыщается, вот эта иниянская энергия переваливает, тогда уже происходят проблемы. И вот человек, который там серьезный профессор, доктор науки, я не буду называть его имени, он действительно, у него вышли камни в почках, у него действительно произошло исцеление. Ну и он там на этой всей радости скажет, ну так все же классно. Но он начал вымывать, эта вода начала вымывать, понимаете, и хорошие, и плохие минералы. Поэтому, как профилактической, это можно делать. Но, чтобы постоянно это использовать, это уже происходит во вред. поэтому не рекомендую, вот, чтобы постоянно. То есть, делайте, есть специальная, кто знает литотерапию, это лечение камнями, есть специальные, определенные пропорции, как лечить шунгитом, какое свойство, какого происхождения, и смотря, что вы хотите лечить именно шунгитом. Поэтому, к этому отнестись надо очень серьезно, с пониманием, а не просто так. Но это действительно работает. Это действительно работает. Хорошо. Все вопросы и реплики я тебе зачитал, ты дал ответы, и теперь мы можем переходить к заключительной части нашего эфира, пожелать что-то доброе, вечное, красивое, ну, а может быть, какие-то на пустые сказать. А может быть, просто так сказать, знаете, я вот тут еще хотел вам что-то такое добавить. Пожалуйста. Да, благодарство. На самом деле, я хотел всех поблагодарить за то, что у нас сегодня такая аудитория, все те, которые будут слушать записи, это те люди, которые готовы двигаться и развиваться. И сейчас самое важное время, когда нужно не читать уже, а действовать. Моя задача вас пробудить к действию практики. То есть, именно практиковать, чтобы каждый день учились, неважно, молились, сканировали еду, заряжали ее, водой работали, работали со своим телом, очищались свои мысли. Вы должны, вот даже в свое время, там, древние просвещенные учителя говорили, тот, кто в надежде обрести счастье, мучает или убивает другие живые существа, которые тоже стремятся к счастью, закрывает себе путь к счастью. То есть, не надо же, но убивать своим словом, действием, помышлением, нужно понять собственное предназначение. Понять, и вы поймите, будет только новый рассвет, и будет много побед, надо просто верить в себя, что у вас другого выхода нет, стать просветленным, и вы сейчас живете в уникальное время, в котором вы ждали множество воплощений, или даже множество сотен воплощений. И это время нужно отработать по максимуму. И сейчас уже на том уровне знаний, которые вы имеете, с тем багажом, который вы накопили, постарайтесь максимально использовать во благо себя, своих родных и близких, а потом уже общество. Потому что сейчас критически просто пространство нуждается в этом. И самое главное, нужно быть последовательным. Не просто там один разок, вот сейчас мы послушали там радио, и потом ждем следующего эфира, потом нам что-то снова очередное скажут, а мы пока на работу пойдем, посидим там, поработаем. Нет. Нужно быть последовательным. Не бросать старого, не найдя нового. Создавайте условия перехода и работайте, 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 работайте. Пусть каждый последующий шаг не противоречит предыдущему. Тогда в вашей жизни будет предназначение. В жизни всего лишь что-то нужно радоваться мелочам, тогда мы можем доверить и открыть себе что-то большее. Например, божественная любовь. И это то самое состояние, которое каждый будет чувствовать. Только когда большинство, большинство людей сможет в этом состоянии находиться, только тогда мы перейдем. планета Матушка не может бросить живые существа, которые еще здесь хотят проходить этот опыт. Она уже там, она уже на высых вибрационных энергиях, но она очищается. Она хочет, чтобы мы помогли ей и самим себе. В человеке громадная сила. Только нам решать, как нам ее использовать. И в завершение я хочу сказать, важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, но не зная самого нужного, как говорил Лев Николаевич Толстой. Поэтому в конце концов не годы, как вы живете, а жизнь в эти годы. Будьте ведущими, и частица Творца будет проявляться вокруг вас. Желаю вам всего самого наилучшего, счастья, благости и радости. До скорого. Благодарю. Очень позитивный настрой. И благодарю, что с нами было столько много времени и поделился своими знаниями, наработками. Я всех хочу также поблагодарить за активность вашу, за добрые призывы, позывы и общение в чатах Народного Славянского радио, как на нашем сайте, так и на канале Ютуба. Напоминаю, что если вы считаете наши передачи важными и полезными, где-то с точки зрения слова и осмысления, где-то с точки зрения призыва к действиям и каким-то важным делам для каждого из нас и для держав в целом, в том случае не забывайте делиться этими эфирами со своими знакомыми, друзьями, в своих соцсетях, страницах, на сайтах. Помните, что если вы не поделились какой-то важной мыслью, то для кого-то этой мысли просто нет. Какая бы она великая ни была, ее просто нет. Если человек не знает об этой мысли, она для него отсутствует. Она в жизни не проявлена. к сожалению, а может быть, к счастью, я не знаю, не мне это решать, у нас так сложилось, что те, кто ведет себя не очень хорошо, они очень активны. Ну, такой склад ума у них. Они очень активны, они жмут постоянно какие-то клавиши, что-то там пишут, мышкой дергают. И вот они любят ставить дизлайки, так называемые, палец вниз, то, что называется, писать какие-то там глупости, иногда гадости, ну, потому что так они устроены. Естественно, что глупости и гадости это на их совести, какие-то ругательные слова или там никчемные мы удаляем, потому что хамство можете только у себя на кухне проявлять это или перед зеркалом, это ваше личное дело. В нормальном обществе это не допускается, поэтому не обижайтесь. И так я предупреждаю тех, кто, если вдруг захочет так себя как-то выразить по-детски. Дело это ихнее, но я также обращаюсь к тем, кто мыслит по-доброму, мыслит с точки зрения державности. Помните, если вы не поделились, этого, еще раз напоминаю, нет для других людей, поэтому делитесь, отмечайте, комментируйте, пишите свои пожелания, но делайте это там, где мы вас можем увидеть. Это сайты Народного Славянского Радио, наши соцсети, ВК, Фейсбук, Одноклассники, это наш сайт славрадио, однослово, точка орг, это наш канал Ютуба, youtube.com слэш славрадио, тоже одно слово, вот там мы вас увидим, вот там мы вас прочтем, и если ваши предложения или реплика будут очень важны для всего нашего мира, то в этом случае мы обязательно на него отреагируем, и обязательно передадим кому-то, кто в следующий раз будет вести замечательную программу. На 7 я с вами прощаюсь, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 10 апреля 2018 года вторник, по одному из старинных 40-го день месяца пробуждения природы 7526 лета тоже вторник, мы говорили про тело света в виртуальной студии с Александром Жарковым, вел беседу Алексей Орлов, еще раз низкий поклон всем участникам, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народная славянская радио. Пора просыпаться.